Забота любого государства о будущем Прежде всего, надо отметить, что список пособий, льгот и социальных услуг, предоставляемых управлением социальных дел Даугавпилской городской думы, постоянно совершенствуется и пополняется новыми видами. Идя в ногу со временем. Анализируя эффективность предоставления самоуправлением социальной помощи населению Даугавпилса, Управление социальных дел несколько лет назад пришло к выводу, что необходимо увеличить число и разнообразить в виде пособий и льгот, который предоставляется семьям с детьми. Это было особенно важно в 2008 году, когда начался экономический кризис, который больно ударил по незащищенным слоям населения. И это в первую очередь семьи с детьми. Благодаря заботе самоуправления, практически весь комплекс социальной помощи и соответствующих социальных услуг доступен малообеспеченным семьям, имеющим детей. В зоне особого внимания традиционно многодетные семьи. Семьи, воспитывающие детей инвалидов, приемные семьи. Большая работа ведется нашим отделом по оказанию услуг семьям с детьми. Эта работа направлена на оздоровление семейной среды в семьях, так называемых, социального риска. Чтобы как можно реже приходилось помещать детей из этих семей в детские приюты. Но и этот вид социальных услуг в нашем управлении предоставлен достаточно широко и качественно. А теперь подробнее о той социальной помощи, которая оказывается управлением социальных дел таким категориям клиентов, как семьи с детьми. В управлении социальных дел могут обращаться семьи с детьми, которые задекларированы на территории города Дагубус и имеют право получать пособие на тепловую энергию в отопительный сезон, на оплату горячей воды, это циркуляция в период с 1 мая по 30 сентября, и на получение пособия на твердое топливо. Это дома с индивидуальным отоплением, дрова или уголь. В данном случае могут обращаться семьи с детьми как со статусом, так и без статуса. Но со статусом это доход, не превышающий на каждого члена семьи 128 евро и 6 центов, а без статуса могут претендовать многодетные семьи с доходом, минимальная зарплата на одного члена семьи, семьи, на рождевине которых находится ребенок-инвалид, ребенок-сирота, и также семьи с одним или двумя детьми с доходом на работоспособного члена семьи 320 евро, на ребенка 160 евро. На оплату циркуляции тоже могут обращаться данные вышеперечисленной категории семей и также на твердое топливо. Также предусмотрена самоуправлением оплата за использование жилой площади. В данном случае тоже могут претендовать семьи с детьми со статусом и без статуса. Там определены у нас обязывающими правилами период начисления данного пособия. Пособие на канцелярские товары, принадлежности полагается семьям со статусом малоимущей семьи и семьям, если ребенок находится на опекунстве. Данное пособие полагается как для детей, которые учатся в школе, так же для детей, которые посещают дошкольные учреждения. Также предусмотрено пособие на питание на время учебного года и на питание в летний период и оплата летнего питания в лагерях города Дагуфпилс. В данном случае могут обращаться семьи со статусом малоимущей семьи, семьи, если ребенок находится на опекунстве или если у ребенка есть инвалидность. Предусмотрено питание в дошкольных учреждениях семьям, если ребенок многодетной семьи воспитывается, это 50%, оплачивается детский сад. Если родители были участниками Чернобыльской аварии и участниками войны в Афганистане, в данном случае 100% оплачивается детский сад. И ребенок находится на опекунстве, в данном случае оплачивается 50% детский сад. Предусмотрено пособие на здоровье семьям со статусом малоимущей семьи, а также детям-инвалидам с функциональными расстройствами, и также новое пособие деткам больным целиакии. Новое пособие самоуправлением предусмотрено семьям, где рождается ребенок, это пособие по рождению ребенка. В данном случае можно обращаться в течение трех месяцев после регистрации ребенка. Будут пособия в размере 75 евро. Обращается любой из родителей, имеет при себе паспорт, счет банковский, свидетельство о рождении ребенка, и мы перечисляем на банковский счет данное полагающееся пособие. Новые виды социальной помощи самоуправления семьям с детьми весьма востребованы. Об этом свидетельствует статистика. В 2013 году специалистами Управления социальных дел оформлено 1514 пособий на приобретение канцтоваров. За пособием на приобретение питания детям до одного года обратились 118 человек, а материальную поддержку от самоуправления в связи с рождением малыша получили 726 молодых семей. Но есть и другая статистика. В Даугублсе 339 многодетных семей. В них 1196 детей. Неполных семей – 884. Детей в них, соответственно, 1280. Детей с особыми потребностями воспитывают 246 семей. В 245 семьях – дети на опекунстве. В 149 семьях особого социального риска находится 297 ребятишек. Всеми этими семьями занимается отдел по оказанию услуг «Семьям с детьми» Управления социальных дел, который находится на первом этаже здания по улице Валдемарак, 13. Отдел социальных услуг «Семьям с детьми» предоставляет социальную поддержку «Семьям с детьми», у которых появились проблемы социального и психологического характера, и которые не способны их преодолеть своими силами. И клиентами нашего отдела являются многодетные семьи, семьи неполные, семьи со статусом, семьи, в которых ребенок растет с особыми потребностями, семьи внесемейного ухода – это семьи воспитательные, семьи приемные или опекунские семьи, семьи высокого социального риска, семьи, в которых дети не получают достаточного ухода и питания. Главные проблемы в семье, с которыми сталкиваются наши специалисты – это недостаток в социальных навыках, проблемы общения, насилия в семье, зависимости, дети с нарушениями в поведении. Такие проблемы мы наблюдаем не только в малоимущих семьях. К сожалению, часто родители очень заняты на своих работах или работают за границей. Из-за недостатка внимания дети начинают жить своими проблемами, интересами, и время проводят часто вне дома, и, как следствие, они начинают потреблять алкогольные напитки, а не посещать школьные занятия. Для решения создавшихся проблем мы используем ресурсы самоуправления и государственные ресурсы. Если родители с детьми хотят решить проблему и готовы принять эту помощь, то специалисты отдела составляют план социальной реабилитации, определяют цели и задачи, с которыми нужно будет работать. Я хочу отметить, что позитивные изменения в семье возможны только тогда, когда специалисты и члены семьи работают вместе. Центр приют поддержки семьи, или, как его еще иначе называют, кризисный центр на Шавра-26. Он был создан как временный, но надежный приют для тех семей, которые попали в кризисную ситуацию. Центр поддержки семьи в нашем городе дает социальные услуги семьям, которые пострадали от насилия, семьям, которые попали в кризисную ситуацию, и также молодежь, которые получили социальные услуги в детских домах, которые учатся до 25 лет, и главное, чтобы они учились успешно. К нам еще попадают дети с улицы, полиции привозят. Наш центр дает услуги психолога, это очень важно, чтобы клиент восстановил эмоциональное свое состояние. Социальные вопросы решает социальный работник, конкретно уже с клиентом работает социальный реабилитолог, помогает развивать разные навыки. Бывает, что приходится учиться, как готовить мамочкам с детьми, учат, как правильно ухаживать за детьми, как правильно, как лучше свой быт устраивать. И работники по уходу занимаются тоже с клиентами. Большинство семей, которые сюда обращаются, у них у всех есть детки. Вот что для детей здесь предусмотрено? Примарное задание. Мы детям помогаем, психолог их принимает на свои консультации, работает социальный реабилитолог. Программы у нас разные, у каждого специалиста свои, и с целью, чтобы дети могли в дальнейшем жить в хороших, нормальных обстоятельствах вместе с мамами и папами. Куда обычно возвращаются после, или, скажем так, покидая ваше учреждение, значит, куда попадают клиенты? Каждый социальный случай у нас разный. В основном клиенты получают комнату в социальном доме. Бывают клиенты, которые возвращаются в свои жилья, где они жили до того, как они получали у нас социальную помощь. И, наконец, структурное подразделение управления социальных дел, в котором хозяева – дети. Это добрый дом. Детский дом-приют предает. Основная цель нашей работы и задача – это обеспечить коротковременное и также долговременное воспитание детей, которые остались без ухода родителей. И тут мы смотрим, что мы предъявляем детям два вида социальных услуг – это социальный уход за ними и также социальная рехабилитация. И вся наша работа основана ежедневно на разработанных программах социальной рехабилитации, по которым наши сотрудники ежедневно проводят детям разные тематические занятия, которые помогают детям лучше интегрироваться в общество и также приобрести для жизни нужные навыки. В детском доме обустроены так называемые практические мастерские, в которые входит салон красоты, где нас регулярно навещают студенты-парикмахеры, которые учат наших детей ухаживать за своей собственной красотой. И также у нас есть так называемые учебные кухни, где каждый месяц наши дети вместе с сотрудниками изготавливают разные кулинарные блюда, исходя из собственных желаний, что им больше нравится и что они хотели бы научиться. Также в нашем детдоме творческая мастерская и швейная, где дети и учатся через творческие навыки приобрести то, что им будет нужно в жизни, чтобы, допустим, хотя бы научиться пришить пуговицу или зашить какую-то дырочку своей одежды, но чтобы детям это было более интересно, не как только зашивание, то мы предоставляем разные творческие подходы, как детей привлекать, научиться то, что им в жизни пригодится. И также для мальчиков у нас есть оборудованные мастерские по обработке металла и обработке дерева, где также парни учатся совсем-таки основные навыки, как правильно работать с металлом и как с деревом, обработка материала, но также они учатся изготавливать разные сувениры, разные подарки. Практические навыки для самостоятельной жизни, разумеется, очень важны. Но основная задача любого родителя, а в данном случае детского дома, дать воспитанникам образование, да и просто воспитать их хорошими людьми. Для детского дома образование детей очень важное, и поэтому наши сотрудники очень тесно содействуют со школами, в которых учатся наши дети. И мы очень внимательно относимся к тому, какие успехи наших детей в школах. И тут я могу обрадовать также сам себя, что наши дети тоже участвуют в этих школах, в олимпиадах и в разных конкурсах, и даже получают какие-то первые места. И оценивается их труд и их возможности. И, конечно, также мы предоставляем консультации и помощь в исполнении домашних заданий здесь на месте, в приюте. И всегда следим за поведением и за успехами наших детей в школе. И стараемся все командные работы, все специалисты помочь, как только можем, нашим детям, чтобы дать им мотивацию к чему-то стремиться в жизни, чтобы что-то хорошего достигнуть. Каким бы ни был хорошим детдом, для ребенка ничего лучше семейной среды быть не может. Возвращаются ребята из преды и в семьи. Несомненно, потому что для нас это тоже одна из основных задачей, то есть оказывать поддержку родителям, возобновление семьи, чтобы детки могли бы вернуться жить вместе с родителями. И тут у нас в приюте, мы предоставляем возможность родителям, у которых есть это желание регулярно встречаться со своими детьми, проводить время тут или внутри, или на территории. Также предоставляем консультации нашего психолога и консультации социальных работников по всем вопросам, которые интересуют родители, которые желают вернуть детей назад в семью. Я думаю, что предположить какую-то окончательную дату, когда все детдома будут закрыты, это невозможно. И я думаю, что тут ведь важны два момента, да, что с одной стороны стараться, чтобы наши детдомы действительно максимально давали поддержку родителям, возвращая своих детей назад в семьи. И с другой стороны, если есть уже ситуации, когда нет никакого сотрудничества, и нам нет возможности детям предоставить семейную среду, то мы должны сам детдом, да, максимально строить и приближать к семейным условиям. И это мы тоже стараемся делать в Далгопьевске, в нашем детдоме, чтобы дети действительно чувствовали ответственность и радость брать активное участие в жизни детдома, осознавая, что все здесь делается для их блага. В завершение передачи мне бы хотелось бы обратиться к нашим горожанам с призывом ответственно исполнять свои родительские обязанности, заботиться о своих детях, а также неравнодушно относиться к бедам и нарушениям прав чужих детей. Даже в самой сложной ситуации семьи с детьми могут рассчитывать на надежную руку помощи самоуправления Далгопьевсу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова